Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Несколько последних моих видео были посвящены лотерее Green Card, людям, которые выиграли эти Green Card и в прошлом году, и кто уже приехал в Омаха, и людям, которые только-только проверили результаты и, соответственно, оказались счастливчиками. Я крайне удручен вашими отзывами, потому что очень много негативных отзывов, и я не могу найти этому никакого логического объяснения. Такое ощущение, что очень много зрителей моего канала страдают таким снобизмом, то есть получается так, что они вот такие, блин, супер-пупер умные, у меня на канале, как вы понимаете, уже скоро 50 тысяч подписчиков, а вот эти вот люди, которые приехали, они типа мямлят, не знают, что хотят и так далее и тому подобное и т.д. и т.п. Давайте мы расставим некоторые акценты. 50 тысяч человек, которые смотрят мой канал, посвященный иммиграции США. И, ну, вот три последних интервью, получается три человека в процентном отношении, это по отношению к моим подписчикам, это мизер вообще. То есть получается так, что все вот эти вот умники, в кавычках, которые разговаривают круче Познера, обладают интеллектом за 120, все знают, четко мотивированы, почему-то в силу каких-то причин сидят у себя дома на диване и имеют наглость еще осуждать как-то и, не знаю, давать какие-то оценки людям, которые или уже приехали в США или собираются это делать. Надо отдать должное и уважение людям, которые уже приехали сюда, потому что, во-первых, они оторвали свою задницу от дивана, это раз. Они захотели сменить свою жизнь, это два. Не побоялись это сделать. Приехали в совершенно другую страну писать свою жизнь с нуля. За это, только за одно это, этих людей хотя бы как минимум надо уважать, вне зависимости от того, могут они себя как-то вести перед камерой, не могут. Давайте относиться к друг другу уважительно. Я понимаю, что сейчас интернет воспитал новое поколение хамов, я бы сказал так, которые, ну, я подозреваю, что это малолетние хамы, то есть люди, кому, не знаю, до 25 лет, может быть. Хотя я знаю, что есть еще и великовозрастные хамы. Интернет воспитывает хамство, поощряет это хамство, потому что, когда ты не можешь сказать человеку это в лицо, что-то, зная, что в ответ может получить по голове, там могут сразу пинка дать, вот, реакция будет незамедлительная. В интернете ты можешь безнаказанно своего оппонента поливать грязью и, соответственно, как-то оскорблять, принижать и так далее и тому подобное. Я крайне удручен, что у меня есть на канале изрядное количество людей, которые вот так вот негативно относятся к своему оппоненту, главное, предвзято относятся к оппоненту и беспочвенно. Да, может быть, люди не умеют перед камерой себя вести, но они уже в США, значит, они уже красавчики, в отличие от тех, кто только телетизирует и кого-то критикует. Хотите критиковать? Начните с себя. Вот раз вы такие умные, возьмите, заполните антету хотя бы. Кто вам мешает, даже если вы не выиграли в лотерею, прочитать мою бесплатную книгу? Если остались какие-то вопросы, заказать платную книгу, где вообще уже все разжевано, я не знаю. Заполнить визу, приехать в Америку, не знаю, не хотите обращаться ко мне, попробуйте самостоятельно это сделать, но, блин, хоть что-то сделаю для того, чтобы поменять свою жизнь. И вот, когда вы приедете сюда, милости просим на канал, я возьму такое же интервью у вас, вы расскажете, как вы сюда приехали, в Америку, как и что у вас складывалось раньше в жизни, что у вас сейчас получается. И давайте посмотрим на реакцию тех людей, которые, продолжая сидеть на диване и также будут вас каким-то образом негативно комментировать. Вот такое короткое обращение. Господа, давайте друг к другу относиться уважительно. Я понимаю, что аудитория у меня разношерстная, но тем не менее, я все-таки подозреваю, что у меня очень много на канале вменяемых людей, взрослых вменяемых людей, и пожалуйста, давайте друг к другу относиться уважительно. Хорошего всем дня и удачи!